Вот такие продуктовые наборы у нас получают малоимущие семьи с детьми. Этого набора хватит примерно на две недели, рассказывает директор Центра социального обслуживания и реабилитации. Здесь более десятка наименований продуктов, в том числе три вида крупы – тушенка, молоко, подсолнечное масло. Продуктовый набор от губернатора – подспорье в условиях режима ограничений для семей с детьми, в том числе с инвалидностью, а также для малоимущих. Списки нам дают управление социальной защиты по категориям. Мы их обзваниваем и приглашаем для получения продуктового набора. Охотно приходят, конечно. Сейчас очень это большая помощь в этой ситуации, которая в стране, конечно, это им помощь. Многие потеряли работу в семьях, и для них это, конечно, поддержка. Стоимость одного такого набора – более двух тысяч рублей, а вес коробки – около 18 килограммов. Анастасия Сидорова в числе тех родителей, которая пришла с маленьким помощником. Одной унести столько продуктов очень тяжело. Набор большой, продуктов хватит недели на две. Конфеты, сахар, масло, гречка, мука. Спасибо большое за набор такой большой. Помимо губернаторских наборов для семей с детьми, продуктовые корзины подготовили и для пенсионеров. Всего около полутора тысяч. В свой профессиональный праздник, как и последние два месяца, несмотря на всеобщий режим ограничений, химкинские социальные работники на боевом посту. Каждый день наши сотрудники помогают более чем 60 тысячам жителям городского округа химки. Почему такая цифра? Потому что практически каждый четвертый житель городского округа получает те или иные меры социальной поддержки из федерального либо областного бюджета. И вот эту работу ведет наше управление социальной защитой. Несмотря на то, что прием населения из-за пандемии закрыт, делу социальных работников за последние два месяца прилично добавилось. Это связано с введением дополнительных региональных и федеральных выплат в условиях пандемии пенсионерам и родителям с детьми. Большая нагрузка легла на химкинский центр занятости, который с 2015 года включен в состав Министерства социального развития. Число безработных за два месяца увеличилось. Кроме этого, не прекращали свою работу химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и кризисный центр помощи женщинам спасения. А еще ежедневно около тысячи жителей химок ожидают визита социального работника с продуктами и лекарствами. Конечно, колоссальная работа была проведена. И за это мне хочется поблагодарить своих коллег, потому что пришлось им нелегко. И я надеюсь, что когда режим самоизоляции закончится, мы сможем встретиться со всеми коллегами и сказать им слова благодарности за их труд, за их участие в жизни химчан. Сами социальные работники про себя говорят. В этой профессии нет случайных людей. Надо иметь железные нервы и много терпения. А еще быть на 100% филантропом. Всего в Химкинском управлении социальной защиты населения работают 300 человек. Александр Сергеев, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.